МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот древний город знал многих великих людей. Поэтов, ученых, завоевателей. Все они оставили свой след в его истории, но ушли, растворившись во времени. Среди них был только один могущественный повелитель и безжалостный воин, который захотел навсегда остаться в покоренном городе и царить в нем даже после своей смерти. Самарканд. Этот город, через который когда-то проходил великий шелковый путь, воспет в стихах и легендах. Им правили персы, греки, китайцы, арабы. Они приходили и уходили, а он все так же стоял посреди азиатской пустыни. Сегодня Самарканд – второй по величине город Узбекистана. Здесь находится мавзолей Гур-Эмир, в котором покоится знаменитый завоеватель Тамерлан. По преданию, никто не должен тревожить его гробницу, иначе страшные бедствия постигнут людей. Однако этот завет за последнее столетие не раз был нарушен, что привело к самой кровавой войне в современной истории и сломало немало человеческих судей. Кто такой Тамерлан, Фазледин Фахрединов узнал еще до того, как пошел в школу. О свирепом покорителе стран и народов ему рассказывал дед, что во многом и определило дальнейшие интересы мальчика. Фазледин по образованию историк и давно интересуется эпохой завоеваний Амира Тимура. Таково настоящее имя великого полководца. Дело в том, что слово Тамерлан – это как бы обидное прозвище. В Западной Европе, вообще в Европе, считали, что это его собственное имя. Дело в том, что его недруги называли его Хромым Тимуром. Буквальный перевод этого слова, значит, с фарсии, с таджикского языков, означает именно это. Мы называем его Амиром Тимуром. Амир Тимур – это, значит, тем самым, значит, показываем, что это его титул, и военный титул, и титул государственного правителя. И также, значит, выражаем как бы свое уважение вот к этой личности. Помимо исторических фактов, Фазледина всегда интересовали легенды о Тамерлане. И особенно та, которая повествует о духе бога войны, дремлющем в мавзолее Гуры-Мир, где похоронен Амир Тимур. В начале лета 1941 года по приказу Сталина в Самарканд была направлена научная экспедиция, возглавляемая археологом Михаилом Герасимовым для изучения памятника среднеазиатского зодчества в мавзолее Гуры-Мир. Главной целью ученых было вскрытие гробницы Тамерлана. В состав экспедиции входили три кинооператора. Им было поручено зафиксировать на пленку все этапы раскопок. 30-летний документалист Малик Каюмов приехал в Самарканд в конце мая 1941 года. Первым делом он отправился осматривать будущий объект съемок – мавзолей Гуры-Мир. Сегодня Малик Каюмов – один из немногих ныне живущих свидетелей тех событий. Мы, конечно, в съемочную группу поехали раньше посмотреть, надо было… Там зима в заливе не очень широкая, надо было… 10-киловаттные лампы надо было поставить, с собой повезли лихтвагн на 100 киловатт. В общем, все установили, они приехали и начали осматривать Самарканд, потом Гуры-Мир и 16-го числа начали раскопки. Рано утром ученые приступили к работе. Перед тем, как поднять мраморную плиту гробницы, они решили скопировать с нее все надписи на случай, если она расколется. На плите были начертаны 16 имен Тимура и цитата из Корана, являющаяся магической печатью, защищающей прах от надругательств. Надпись гласит «Все мы смертны, придет время, и мы уйдем. До нас были великие и будут после нас. Если же кто возгордится и вознесется над другими, или потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара». 21 июня ученые приступили к вскрытию гробницы Тамерлана. Работа не заладилась с самого начала. Сломалась лебедка. Пришлось двигать плиту вручную. Когда гробницу все-таки открыли, кроме земли внутри нее ничего не оказалось. Объявили перерыв. По улице Самарканда спешно идут три узбекских старца. Они торопливо кивают встречным знакомым и продолжают свой путь. Над узорчатыми куполами усыпальницы Гуры Мир сияет жаркое азиатское солнце. Именно туда спешат обеспокоенные старцы. Но все подходы к мавзолею перекрыты. К ученым не пройти. И раздосадованные путники направляются в ближайшую Чайхану. Случайно туда же во время перерыва отправился и Малик Каюмов, чтобы выпить горячего чаю. Заметив человека с кинопленкой, старцы предложили ему присоединиться к ним. Один из них спросил Каюмова, имеет ли он отношение к раскопкам. Я говорю, главное, если я не включу прожектора, они не могут работать. Спрашивают Тимуру, ничего не открывали? Я говорю, нет. Нельзя открывать, начнется война. Я говорю, где это написано? Тогда один из стариков протянул оператору тяжелую рукописную книгу. Каюмов, знающий арабский язык, прочел. Никто не должен тревожить прах великого Тимура, потому что разбудит бога войны. Бросив все, оператор поспешил рассказать ученому о книге. Но ему никто не поверил. А когда спустя полчаса Каюмов вернулся в Чейхану, старцев уже не было. Раскопав землю, ученые обнаружили три плиты. Сняв их, они увидели черный гроб. Несмотря на 500 лет, проведенные под землей, он сохранился как новый. Около 16 часов все участники раскопок собрались в ожидании главного действия. Когда крышку гроба открыли, по мавзолею распространился приятный аромат. Возможно, это и был тот самый дух войны. Но тогда об этом никто и не думал. Вечером, отдыхая в гостинице, участники экспедиции включили радио. Поймали какую-то иностранную радиостанцию. Диктор что-то эмоционально говорил. Один из участников, знавший английский язык, вдруг побледнел. Началась война. Перевел он передаваемое сообщение. Возникла немая сцена. Все тут же вспомнили о предупреждении старцев. Я долго не думая, позвонил Коренеязу. Я говорю, корака. Я говорю, вот передали на английском языке. Немцы, я говорю, напали на Советский Союз. Он как? Это вот так. Известие о вторжении фашистов на территорию СССР для участников Самаркандской экспедиции стало двойным шоком. Большинство из них боялось признаться самим себе в том, что они теперь верят каждому слову древнего предупреждения. Все работы решено было приостановить. Останки Тимура наспех погрузили в ящики и отправили в Москву для дальнейшего изучения. Предстояло восстановить облик великого завоевателя по черепу. Полученный результат ошеломил ученых. Много веков назад в Самарканде был похоронен великий завоеватель Тамерлан. В его гробнице Гур-Эмир заточен злой дух бога войны. Тот, кто потревожит его, откроет ящик Пандоры. Никто не знает, насколько разрушительными могут быть последствия. Фаслидин Фахреддинов изучил множество материалов, касающихся вскрытия гробницы Тамерлана в Самарканде. Он раз за разом пересматривал кинохронику научной экспедиции 1941 года и пытался ответить на вопрос, зачем понадобилось вскрывать могилу Амира Тимура. Историки хотели ответить на несколько вопросов исторического характера. Чисто исторического характера. А то, что там искали сокровища и так далее, это просто небылицы. Необходимо было также выяснить, действительно ли он похоронен здесь. Так как по завещанию его должны были похоронить рядом с его отцом, рядом с могилой его отца в Шахрисабзе. Это в 160 километрах к югу от Самарканда. 1918 год. Археолог и востоковед Михаил Массон только что вернулся из Петербурга в Самарканд, где прошли его детство и юность. Все эти годы он размышлял о том, какая же огромная тайна сокрыта за узорчатыми стенами усыпальницы Тимуридов. Небо над Самаркандом начинает темнеть, и Михаил медленно уходит прочь. Но вдруг слышит изумленные возгласы прохожих и оборачивается. Над мавзолеем «Бурый мир» разливается слабое свечение, то самое, о котором здесь годами слагали легенды. В 1929 году Михаил Массон отправит в Совет народных комиссаров Узбекской ССР сенсационное предложение – вскрыть могилу Тамерлана. В своей записке он будет утверждать, что магнитные исследования показывают наличие в усыпальнице множества металлических предметов. Вероятно, никто в тот момент не принял это предложение всерьез. Но очевидно, что оно все-таки дошло до Сталина. В 1941-м вождь решил, что пришло время потревожить прахта Мерлана. И сделать это необходимо в самые короткие сроки. После вскрытия саркофага у историков сразу возникло множество вопросов. И главный из них – кем же в действительности являлся великий и ужасный Тамерлан? Ведь современники описывали его как человека высокого роста, с европейскими чертами лица. Великих людей все представляют великими, потому что они велики. И представляют всех красивыми их. Потому что они велики, они сделали очень много вещей. И даже психология человека не пойдет на то, чтобы подумать о нем как-то по-другому. Ученые решили воссоздать облик Тимура по его черепу. На тот момент Михаил Герасимов был лучшим специалистом в этой области. Он разработал уникальный метод восстановления внешнего облика человека на основе скелетных останков. Так называемый метод Герасимова. Метод Герасимова заключался в том, что на основе черепа налагаются мягкие ткани по определенным законам развития, анатомического, физиологического развития человека. И мы получаем лицо человека. Судя по описанию данному Герасимовым в результате реконструкции облика Тамерлана, он был монголоидом. Начали поднимать исторические данные. На самом деле выяснилось, что Тимур Тамерлан – это был потомок моголов, то есть монголов, потомок известной очень монголоидной семьи. Конечно, какие-то элементы европеоидности у него были, но очень маленькие, а он был типичным представителем монголоидной расы. Древнейший город Азии Самарканд – это живая иллюстрация к восточным сказкам, рассказанным Шахеризадой. Тем более, что события в тысячи одной ночи часто разворачиваются именно на улицах этого города. Современные ученые полагают, что возраст Самарканда – более 2750 лет. Через Самарканд по Великому Шелковому пути шли караваны с дорогими китайскими тканями. Город видел многих завоевателей – свирепых персов, войска Александра Македонского, суровых арабов. В 1220 году история древнего города могла бы прерваться навсегда. Вошедший сюда Чингисхан приказал стереть Самарканд с лица земли. Город был сожжен и разрушен, а его жители убиты или порабощены. Но даже на пепелище, в которое превратился Самарканд, продолжала теплиться жизнь. А спустя еще 150 лет в город пришел новый правитель. Этот человек завоевал много земель, и у него было много имен – Тамерлан, Тимур, Железный Хромец. Человек, который входит в историю, он, значит, необычный человек, у которого были какие-то возможности, может быть, и сверхчеловеческие возможности. Это как и все гении. Я считаю Амир Тимуром одним из этих людей. Потому что без каких-то, я не знаю, сказать, мистических вещей или каких-то без помощи как чего-то извне человек, может быть, не мог бы достичь такой высоты. Он сделал Самарканд столицей своей империи и построил здесь величественные дворцы и мечети. Лучшие ремесленники, привезенные сюда из захваченных государств, трудились на благо города. Самарканд расцвел. В 1404 году в городе было воздвигнуто одно из красивейших зданий в истории средневековой архитектуры Востока. Его венчал большой ребристый купол, а стены украшала изящная мозаика. Это была усыпальница Тимуридов, получившая название Гур-Эмир, что в переводе с таджикского означает «могила царя». Тимур приказал начать строительство мавзолея для своего внука и наследника Мухаммада Султана, который внезапно скончался. Однако приближенные Тамерланы считали, что этот великий человек предвидел собственную скорую смерть. Зимой 1405 года, во время одного из военных походов, Тимур заболел и умер. Фамильная усыпальница для великого воина еще при его жизни была построена в городе Шахрисабзе, но наследники почему-то перевезли тело Тимура в Самарканд. Имя руководила воля самого Тимура. Не исключено, что перед смертью весь его мощный душевный импульс был направлен именно в то место, которое являлось центром его империи, в Самарканд. Человек, у ног которого лежал весь мир, нашел последнее пристанище в мавзолее Гур-Эмир. По преданиям, вместе с ним уснул кровожадный бог войны, который владел душой Тамерлана. Жители Самарканда знают, ни при каких обстоятельствах нельзя тревожить прах завоевателя. Но это табу не раз нарушалось. Многие правители мечтали обладать тем же могуществом, что и Тамерлан. В середине 18 века иранский шах Надир поплатился жизнью за то, что потревожил дух великого правителя. Мавзолей Гур-Эмир в Самарканде место, где покоится великий завоеватель Тамерлан. Тяжелая плита из нефрита закрывает его могилу, ограждая мир от страшных бедствий. Но люди подняли плиту и поплатились за это. В ходе своего расследования Фазлидин Фахреддинов пытался ответить на вопрос, кем же все-таки был знаменитый завоеватель и действительно ли его могила это место, где решается судьба мира. Изучая различные факты из жизни Самарканда советского периода, он обратил внимание на одну любопытную историю. Она касалась человека по имени Филипп Семенов, который считал себя царевичем Алексеем, единственным сыном Николая II. Очень многие обстоятельства его жизни, биография, болезни и рубцы на теле, тонкости воспитания и образования говорили о том, что он действительно мог быть выжившим царевичем. В 30-е годы прошлого века Филипп Семенов вместе с женой поселился в Самарканде. Устроился экономистом на одной из местных предприятий. Прошлое Филиппа было загадкой для всех, кроме его преследователя по фамилии Белобородов. В 1918 году этот Белобородов занимал высокий пост в Уральском областном совете и знал все подробности о расстреле царской семьи в Екатеринбурге. Случайно ему удалось выяснить, что царевич Алексей чудом выжил во время расстрела и был спасен неким человеком. Наследник вырос, окончил экономический факультет и вел жизнь обыкновенного гражданина под чужой фамилией. Белобородов отыскал Филиппа Семенова и стал его шантажировать. Сначала Семенов отдал преследователю все личные сбережения, затем открыл места хранения царских кладов. Но аппетиты Белобородова росли и тогда семья предполагаемого наследника бежала в Среднюю Азию. Однако Филипп Семенов недолго наслаждался свободой. Белобородов нашел его в Самарканде и продолжил вымогательство. Будучи бухгалтером, Семенов стал воровать казенные деньги и отдавать их шантажисту. Вскоре Белобородов услышал от кого-то из местных, что в мавзолее гур и мир скрыты сокровища, но добыть их может только человек царской крови. Он должен почувствовать, где именно в стенах усыпальницы спрятан клад. Белобородов заставил Филиппа Семенова отправиться в мавзолей. Неизвестно, что именно произошло той ночью, но на следующий день Семенов не смог выйти на работу. Он лежал в бреду. А через несколько дней его арестовали за хищение. В свои дни Семенов закончил в психиатрической больнице Петрозаводска. Видимо, гробница Тамерлана действительно обладает какой-то невероятной карающей силой, которая негативно действует на всех, кто покушается на нее. В истории усыпальницы Гур-Эмир уже был случай, когда нефритовые надгробия Тамерлана сдвигались с места. В 1740 году в Самарканд вторглись войска правителей Ирана Надир-Шаха. Они забрали тяжелый камень с могилы Тимура и привезли его к себе на родину во дворец Шаха. По дороге на надгробии образовалась трещина, которую можно видеть и по сей день. Надир-Шах, увидев такую странную добычу, встревожился и приказал вернуть камень на прежнее место. Он не хотел навлечь на себя гнев Тамерлана. Надир-Шах, оказывается, полюбовался им в Мешкенде, а потом, ну, через некоторое время, по легенде, на следующий день, якобы испугавшись, значит, проклятия, приказал все, что было взято в Самарканде, вернуть опять на место. И этот камень, опять же, вернули на место, привезли в Самарканд, на это, водрузили его на старое место. После случая с похищением надгробия Надир-Шах прожил еще семь лет, превратившись за эти годы в одного из самых кровожадных полководцев Востока. Жизнь Надир-Шаха закончилась трагически для него. Значит, это, он был убит, он погиб не своей смертью. И некоторые считают, что, значит, это проклятие Амира Тимура, проклятие его духа, тоже здесь, значит, проявило себя. Мавзолей Гур и Мир является историческим памятником, но туристов это место не любит. Ведь каждый из них всеми возможными способами пытается проникнуть в святая святых к могиле Тамерлана. Она находится не в главном зале, как многие думают, а под ним. Доступ к ней ограничен. Небольшие деревянные двери, расположенные во внутреннем дворике Мавзолея, это вход в его подземную часть. Здесь покоятся останки Амира Тимура. Здесь, под этой плитой, спрятан дух бога войны. Некоторые из туристов преследуют весьма странные цели. Известны случаи, когда люди приезжали в Самарканд специально, чтобы плюнуть на могилу человека, который огнем и мечом истребил столько народов. Жители Самарканда гордятся таким уникальным памятником, как гур и мир, но они уверены, что лучше им любоваться со стороны и не пытаться проникнуть к могиле Тимура. А уж тем более не пытаться заработать на легендах о великом завоевателе. Есть ученые, которым, я считаю, что это доступно. А нам есть ли такая необходимость? Лично для меня нет. В конце 1942 года неожиданно для всех Сталин дал указание перезахоронить останки Тамерлана, а также выделил огромную сумму денег на реставрацию Мавзолея. Все это происходило накануне Сталинградской битвы. Много веков назад в Самарканде был похоронен великий завоеватель Тамерлан. В его гробнице Гур и мир заточен злой дух бога войны. Тот, кто потревожит его, откроет ящик Пандоры. Никто не знает, насколько разрушительными могут быть последствия. Фазледину Фахрединову всегда казался примечательным тот факт, что оба покушения на могилу Тамерлана завершились похожим образом. Надершах приказал вернуть нефритовое надгробие в Гур и мир, хотя мог бы гордиться таким трофеем. Ведь нефрит в Средней Азии очень ценили. А в 1942 году Сталин вдруг решил вернуть останки Тимура на место захоронения. В декабре 1942 года экспедиция уже, считается, выполнила свою миссию и решили все-таки костные останки опять это похоронить в Гуре-мире. Были возвращены все кости, весь костяк в мавзолей и также захоронен. Причем, помимо того, что это было возвращено, Михаил Михайлович законсервировал кости от дальнейшего разложения. То есть, он даже восстановил недостающие участки, он смог сохранить весь скелет. И если бы сейчас скрывать громницу, это будет в хорошем состоянии самокостяк. Но к чему такая спешность? Может быть, Сталин узнал о проклятии Тамерлана? После окончания раскопок в начале июля 1941 года кинодокументалист Малик Каюмов отправляется на фронт военным оператором. Под Ржевом во время встречи с командным составом ему удается переговорить с командующим Калининским фронтом маршалом Жуковым. Он меня спрашивает, это вы, говорите, снимали раскопки громче Тимурова? Я говорю, да. Подробно мне расскажите. Я все это подробно рассказал об этих стариков, об этой книге, о начале, о том, что мы растерялись и так далее. А где черепа находятся? Я говорю, черепа находятся в Москве у Герасимова. Надо их перезахоронить. Наверняка Жуков передал этот рассказ Сталину, а тот приказал перезахоронить останки. Это случилось в конце 1942 года накануне Сталинградской битвы. И снова совпадение. Несмотря на то, что до окончания военных действий было еще очень далеко, Сталинградская битва изменила ход войны и в итоге привела к поражению гитлеровской Германии. Некоторые люди связывают это с тем, что как раз накануне начала Сталинградской операции якобы это произошло и это повлияло на ход не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны. Возледин Фахрединов уверен, что после двух невероятных совпадений вторжения нацистов и победы под Сталинградом, Сталин по-настоящему поверил в магию усыпальницы Тамерлана. Иначе зачем ему было в 1943 году в самый разгар войны выделять крупную сумму на реставрацию Мавзолея? Слишком много совпадений для одной древней легенды. Она произвела такое сильное впечатление на многих ученых и жителей Самарканда, что вскрывать могилу Тимура повторно никто по сей день не решается. Фазлидин Фагридинов часто бывает на знаменитом в Самарканде Сиапском рынке. Здесь царит настоящий дух Востока. Сладости, специи, свежие лепешки, ковры из бухары, шум, торг. Не так давно Фазлидин узнал от местных жителей, что еще в довоенные годы на базаре можно было купить зеленый порошок, натертый якобы из надгробного камня Тамерлана. Этот порошок предлагали в качестве средства от желудочных болезней. После истории со вскрытием гробницы и началом Великой Отечественной войны этим необычным снадобьем никто торговать больше не осмеливается. В энциклопедии Брагауза и Эфрона, выпущенном в начале 20 века, написано, что могила Тамерлана пользуется большим почетом в Средней Азии. Народ верит в целебные свойства надгробного камня, пьют порошок из него от различных болезней, чем и объясняются повреждения его по краям. В древности считали, что у нефрита есть и другое свойство. Он помогает человеку обуздать в себе низменные страсти и ярость. Возможно, камень на могиле Тамерлана и был положен для того, чтобы преградить путь злу, царившему в душе великого завоевателя. И всякого, кто захочет использовать этот нефрит в собственных целях, ждет незавидная участь. В 30-е годы прошлого века на базарах Самарканда часто появлялся торговец Башот, который предлагал всем желающим вылечиться при помощи чудесного снадобья. Этим лекарством была нефритовая крошка, которую Башот добыл в усыпальнице Гур-Имир. Приезжие люди охотно покупали у торговца необычное средство и какое-то время он неплохо на этом зарабатывал. Однако вскоре Башот пожалел о том, что решился на такой опасный заработок. Умерла его жена, а затем четыре дочери. Все они скончались от желудочных болезней, от которых по преданию нефритовый порошок должен был излечивать. Сам Башот остался жив, но едва не сошел с ума от таких страшных потерь. Он стал очень набожным человеком и каждый день в полдень приходил к Мавзолею, кланялся и что-то бормотал, прося прощения. В августе-сентябре 2008 года загадочные силы усыпальницы Амира Тимура вновь пришли в движение. Сразу несколько событий, произошедших в Самарканде, вновь заставили всех заговорить о проклятии Тамерлана. Мавзолей Гуры-Мир в Самарканде место, где покоится великий завоеватель Тамерлан. Тяжелая плита из нефрита закрывает его могилу, ограждая мир от страшных бедствий. Но люди подняли плиту и поплатились за это. Фазлидин Фахреддинов помнит свой первый визит в Гуры-Мир много лет назад. Он так долго мечтал увидеть усыпальницу Тимура, о которой ему рассказывал дед, что, приехав в Самарканд, бродил вокруг мавзолея почти три часа, а потом еще долго стоял и любовался расписным куполом. Первое такое ощущение, во-первых, был страх, и, во-вторых, волнение, очень сильное волнение. Дело в том, что, значит, о личности этого человека было известно еще со школьной скамей, даже еще раньше. Мы слышали очень много легенд о его личности, о том, что это был относительно грозный, но справедливый правитель. Вот аура этого человека и тех людей, которые были похоронены здесь, это великие люди были в свое время. Вот эта аура до сих пор присутствует. До сих пор присутствует. и вот если даже человек не чувствует страха, но все-таки волнение его задевает и очень сильная побоя. Два года назад Самарканд праздновал 2750-летие. В юбилейных торжествах по этому случаю пожелали принять участие те, кто давно мечтал посмотреть на легендарный город. И, конечно, обязательным пунктом в программе визита каждый турист для себя отметил Гур-Эмир. Поток любопытных не снизился и в следующем 2008 году, причем не все гости Самарканда осознавали, что к могиле Тамерлана нужно относиться с должным уважением. Многим из них недостаточно было увидеть надгробие в главном зале мавзолея Гур-Эмир, ведь они только декоративный муляж. Каждый желал спуститься в подвал к настоящей могиле Тамерлана, дотронуться до тяжелого нефритового камня, сфотографировать. В августе 2008 года два туриста из Санкт-Петербурга осматривали достопримечательности мавзолея Гур-Эмир. Время работы музейного комплекса подходило к концу, посетителей почти не было. Зная о том, что настоящая могила Амира Тимура находится в подвале, туристы подошли к охраннику и попросили проводить их туда. Работник музея сначала отказался, но посетители предложили приличные деньги. Попав внутрь, гости Самарканда громко разговаривали, смеялись и неподобающе отзывались о Тимуре. Покинув усыпальницу, туристы решили посмотреть отснятые фотографии, как вдруг над мавзолеем появилось слабое свечение. Сначала они решили, что это какое-то атмосферное явление, но присмотревшись обнаружили, что светлая дымка окутывает только саму усыпальницу, а прочие здания поблизости погружены в темноту. Туристы вспомнили, что экскурсовод рассказывал о том, что в Самарканде это считается дурным предзнаменованием. автоказмом. И действительно, август 2008 года принес городу немало трагедий. 21 числа на железнодорожной станции вблизи Самарканда взорвались цистерны с ожиженным газом, в результате чего пострадали люди. Через неделю в нелепой необъяснимой автокатастрофе погибли родственники охранника, который пустил посетителей в усыпальницу Тамерлана, а спустя еще два дня в Санкт-Петербурге пожар в квартире у одного из туристов уничтожил все фотографии и кассеты отснятые в Самарканде. Честно говоря, я верю в то, что значит не просто проклятие, а существует существует вот аура значит вот в таких местах где похоронены замечательные люди не только мусульмане не только крупные государственные деятели но и крупные общественные деятели и значит может быть вот их души их души помогают нам в этой жизни и вот всякое неуважение проявленное по отношению к ним отзывается какими-то неурядицами в нашей жизни. Личность Тамерлана была и остается одной из самых интригующих загадок истории. Этот непобедимый воин наводил ужас на своих современников и казался им сверхчеловеком. Но он не обрел вечную жизнь несмотря на множество покоренных государств и народов. Его ждал тот же итог что и любого смертного. Вот только усыпальнице в которой похоронили Тамерлана было суждено простоять в века и только однажды другой правитель осмелился потревожить его прах. Он очень скоро в этом раскаялся. Действительно ли в могиле завоевателя дремлет свирепый бог войны можно проверить только еще раз вскрыв саркофаг. Но пока у ученых нет желания повторять ошибку своих предшественников. Пусть лучше такая страшная легенда остается легендой чем доказанным фактом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok